Серебряные волонтёры Приморья вносят свой вклад в обеспечение нужд СВО. С пожилыми добровольцами познакомился губернатор края Олег Кожемяка, министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая, мэр Владивостока Константин Шестаков, а также командир легендарного танка Алёша, лейтенант Александр Леваков. Здесь очень важно, чтобы правильно собрать их. Здесь вот нужно картоночку поставить так, чтобы все кармашки были сверху, чтобы они пропитались или воском, или парафином. Вот такая небольшая свеча горит до двух часов. Добровольцы объединились для создания фронтовых свечей, носилок, эвакуационных строп, маскировочных сетей. Региональный центр поддержки «Серебряные добровольцы Приморья» уже передал более 1600 носилок, 1140 эвакстроп, 19 маскировочных сетей и ещё многое другое. Общественная работа для людей старшего поколения – это очень важно. Тогда человек чувствует себя защищённым, он нужен обществу, а это самое главное. То есть люди третьего возраста, они как бы находят себя в этом, и у них очень тогда высокая самооценка. Поэтому опять мира добра и всего, всегда приходите, всегда будем рады. А сети, которые мы сейчас делаем для фронта, это чисто осенний вариант. Губернатор края лично поблагодарил «Серебряных добровольцев» за их вклад в победу, отметив, что на фронте сражается много приморцев, для которых важно получить поддержку от родного края. По итогам мероприятия Олег Кожемяка поручил профильным органам власти проработать вопрос покупки необходимого оборудования для швейного цеха. И мы как раз понимаем, насколько ваш труд важен и нужен, насколько вы сами по себе собрались. И таких у нас волонтёров в каждом районе есть, вы их знаете все. Людей, которые сами по зову сердца откликнулись на этот призыв помощи фронту и работают, тратя своё время на то, чтобы помочь ребятам. Поэтому мы учредили ей специальную награду. Безусловно, вы будете удостоены такой награды, потому что делайте важное и нужное дело. Напомним, в Приморье волонтёрской деятельности в составе различных организаций участвуют больше полутора тысяч человек в возрасте старше 55 лет. В 2023 году региональный центр «Серебряные добровольцы» стал победителем всероссийской акции помощи ветеранам боевых действий «Красная гвоздика». Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.